Профилактику сиротства пропагандирует проект «Дом мамы». За пять лет существования кризисного центра более 160 женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана психологическая и материальная помощь. А главное, это около 200 детей не попали в детские дома. Сегодня наша съемочная группа ознакомилась с обустройством матери-одиночек и выслушала их пожелания. История каждой девушки здесь похожа одна на другую. Сначала любовь, романтика, а после уже горькое разочарование. И вот они с маленьким грудным ребенком остаются одни, без мужского плеча и поддержки родителей. И перед ними довольно-таки непростой выбор. От совершения ошибки спасают чужие люди. Одна из девушек, оказавшаяся в доме мамы, 26-летняя Александра, прожила с парнем в гражданском браке пять лет. У них родился 7-месячный ребенок с весом всего 890 граммов и с диагнозом порог сердца. Тогда молодой человек буквально отказался от них. Благо здесь, в кризисном центре, девушке предоставили бесплатное жилье и питание. И что немаловажно, психологическую и медицинскую помощь. Получает госпособие в размере 15 тысяч тенге. Денег мало, не хватает, смотреть за ребенком некому. Адресная социальная помощь очень не помешала бы. Даже элементарно на какие-то препараты ребенку, на обследование, так как ребенок имеет 4 порока, нужно делать УЗИ головы, сердца ежемесячно. На что специалисты центра занятости ответили, что претендовать на адресную социальную помощь девушка может. Однако есть некоторые условия. Поскольку девушка сейчас находится на полном обеспечении кризисного центра, АСП не выплачивается. Однако, когда девушка должна будет освободить место в доме мамы, то непременно пусть подает документы. У нее никакого дохода, кроме госпособия, нет. АСП однозначно будет одобрена. Кроме того, у нас есть еще и дополнительная материальная помощь для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Пусть подходит к нам в центр занятости по адресу Вальханова, 19, с удостоверением личности, и мы проконсультируем. А совместная жизнь 28-летней Светланы с мужем продлилась недолго, всего 6 лет. Есть 4-летний ребенок. Проблемы в семье начались в тот момент, когда супруг начал зоупотреблять алкоголем. Женщина не выдержала бытовое насилие. И, будучи беременной вторым ребенком, она ушла от мужа. Попав в дом мамы, я в первую очередь обрела спокойствие. Нашла понимание со стороны девушек, которые оказались в такой же ситуации, как и я, говорит Светлана. Я благодарен, что существует такой дом мамы, что можно в трудной ситуации появиться здесь. Я отучился на повара, естественно, отучился, стипендии получила. Теперь у меня в будущем ребенку будет 6 месяцев, буду работать. Дом мамы распахнул свои двери 6 лет назад. За это время поддержку в кризисный момент получили более 160 женщин с малышами. Дом существует за счет спонсоров. В учреждении почти семейная обстановка. Здесь можно жить, пока ребенку не исполнится год. К тому времени специалисты помогают молодым мамам социализироваться. Их учат всему. Вести хозяйство, ухаживать за ребенком, готовить. А что еще важно, с ними работают психологи. Есть даже факты примирения с супругами и родственниками. Мы работаем на то, чтобы восстановить отношения либо с супругом, либо с родственниками, которые были против того, чтобы девушка рожала самостоятельно, оставляла ребенка с собой. И мы примиряем такие семьи, и девочки возвращаются. За весь период, 6 лет, было 11 удовлетворенных исков и признания отцовства. Стоит отметить, всего в Казахстане в результате существования проекта была оказана помощь более 4 тысячам женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Но самое важное, что около 5 тысяч детей не попали в детские дома, а остались с мамами. Гульдана Халенказа, Азамат Сауханов, телеканал «Октубе». Гульдана Халенказа, Азамат Сауханов, телеканал «Октубе»